Я не буду молчать. История борьбы Нади и Мурат. Надия Мурат родилась в 1993 году в поселке Качо недалеко от города Синджар, на севере Ирака, в регионе компактного проживания езидов. Семья занималась сельским хозяйством, кроме Нади и в семье было еще 10 детей, 8 сыновей и 2 дочери. Образование девушка получила в местной школе. В детстве интересовалась история и хотела стать педагогом. После получения среднего образования планировала поступить в университет. Увы, ее мечтам пришел конец, когда в 2014 году ИГИЛ вторгся в ее деревню. ИГИЛ убивал мужчин, а женщин и детей забирал в рабство. Надия одна из нескольких тысяч езидских женщин, которых ИГИЛ продавал на рынках и на Фейсбук, порой всего за 20 долларов. Мать Надии была одной из 80 пожилых женщин, которых казнили и похоронили в общей могиле. Шесть ее братьев вошли в число нескольких сотен мужчин, которых убили за один день. Надия Мурат попала в плен, но сильную личность невозможно удержать в цепях. Надия смогла сбежать из плена и стала голосом всех женщин, пострадавших от террористов. В лагере беженцев она рассказала свою историю журналистам. Впереди ее ждало выступление в ООН, правозащитная деятельность и публикация книги. В 2016 году Надю Мурат уже номинировали на Нобелевскую премию, но в 2018 году она получила ее. Когда общество наконец обратило внимание на проблему сексуального насилия, которому подвергаются езидские женщины со стороны исламских экстремистов. Террористы просто не могли представить, что у какой-то езидской девушки хватит смелости рассказать всему миру в деталях о том, что они с ними сделали. Нобелевский комитет сообщил, что она получила эту награду за ее усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов. Однако деятельность Надии на этом не закончилась. Она основала неправительскую организацию инициативы Надии целью, которой является восстановить разрушенные дома пострадавших от геноцида. Надия также встречалась с разными представителями правительств президентами США, Франции, с римским папой. Ее цель является донести до мира, что еще более 3000 девочек и женщин находятся в рабстве у ИГИЛ.